Всем привет! Меня зовут Евгений Киселёв, и вы видите, что у меня вновь в гостях израильский журналист Сергей Ауслендер. Многие его знают как автора канала «Война с Ордой». Мы продолжаем следить за всем, что происходит на войне в Израиле. И первый вопрос к вам, Сергей, после того, как я вас поприветствую. Здравствуйте! Первый вопрос. Какова ситуация на этот час? Да, здравствуйте, Женя. Ситуация... Сейчас я просто плохо соображаю, очень мало сплю. В целом, значит, зачистка Юга завершается, но об этом армия объявляла уже дважды. И все равно продолжаются такие спорадические стычки с боевиками. Они, по всей видимости, в том прорыве участвовало их по разным оценкам, от полутора до трех тысяч, пока толком-то даже никто не знает, сколько их было. И какая-то часть из них еще может находиться на территории Израиля. Там довольно обширная территория. Вот это, собственно, к востоку от сектора газа. Они там могли рассредоточиться, где-то прячутся, может быть, по сей день. Да, продолжаются попытки прорыва из газа через море. Это пляж Зетим такой сейчас постоянно в сводках фигурирует, возле Шкелон, до юга Шкелон. И через границу прямо, в принципе, физически. Армия говорит, что все эти попытки прорыва отражаются. Ни одной успешной за 24 часа не было. Всех убили. Но те, которые прячутся, периодически появляются. Откуда-то берутся. Задержали араба в военной форме в израильской. Он до Телевила сумел добраться. Сейчас там разбираются, что это за человек. Он чуть ли не сириец, кстати. И он спалился на том, что неправильно надел форму. Там есть определенные элементы в форме, которые должны вот так выглядеть. А он выглядел по-другому. И я даже не буду говорить, чтобы там, не дай бог, не подсказать им лишний раз. Его вот таким образом остановили. В общем, задержали. Еще одного задержали. Он был в гражданской одежде. Хотел захватить машину, как выяснилось впоследствии. На ней ехать куда-то туда дальше. Но у него были военные ботинки. Да, это был тоже террорист. Из прорвавшихся, видимо. У него были ботинки военные. Одет он был в гражданское. Но военные ботинки на нем были. Такие вот армейского образца. И проезжавший мимо офицер полиции обратил на него внимание. Ну вышел, как бы навел на него пистолет. Заставил сдаться, вызвал подмогу. Его скрутили, обыскали и нашли автомат. Там рядом, спрятан. То есть он хотел захватить машину и ехать с ней там уже куда-то в центр страны. То есть все это продолжает. А и все смертники. Это же понятно. То есть их сейчас задача за собой утащить еще как можно больше израильтян. На севере все стабильно, напряженно. Хизбалла там продолжает такие провокации. Так вот, вот уколчики такие, уколчики, уколчики. То ли чтобы держать в тонусе и как бы не давать расслабиться. И не давать возможности никакой перебросить оттуда силы на подкрепление группировки возле газа. То ли провоцируют на мощный ответный удар, чтобы получить повод к войне. Не знаю, вчера вот первый раз с начала войны на севере были включены сирены воздушной тревоги буквально по всему северу. Там была угроза прорыва парапланилистов. Ракетный обстрел Хайфы. Какие-то сообщения от службы тыла. Потом, когда все плюс-минус утряслось, оказалось, что ракета по Хайфе была запущена из газа. Это километров, не соврать, я не помню сколько, 150, по-моему, что-то в этом роде. То есть дальнобойная ракета была одна. Ее перехватили, потом парапланилистов не оказалось. Была попытка пролета дронов со стороны Ливана, но они развернулись вот возле границы. То есть они таким образом заставили активировать систему тревоги. А по поводу сообщения командования тылом, это был по всему либо сбой, либо взлом. Потому что вот вся страна буквально, все получили, вот я у себя получил телефон, такое же сообщение, что всем немедленно укрыться в убежище. Вот вся страна получила. Потом оказалось, что это не соответствует действительности. Слава богу, что люди, которые сейчас принимают решения как бы, ну, с высоким уровнем самообладания и в ответ на ложную ФМС-ку от службы тыла мы не снесли Берут. То есть война не началась. Потом прилетел Блинкин сюда. Сейчас посмотрим, что он скажет. Но пока со стороны американцев такие вот однозначные совершенно выражения, даже не поддержки, даже не сочувствия. Нет, вот выражения как бы готовности идти с нами до конца. Вот буквально так. Подошел авианосец Джеральд Форд, он сейчас в районе выполнения боевой задачи находится, и к нему сейчас идет второй авианосец Дуайт, блин, короче, Изенхауэр. Вторая авианосная группа сейчас подходит в Персидском заливе, усилена группировка тоже американская. Пока американцы говорят о том, что любая третья сторона, которая сейчас попытается вступить в войну Израиля и Хамаса, будет иметь дело уже не с нами, а иметь дело с ними. Вот примерно так и так все выглядит. У 1300 погибших у нас на данный момент их будет больше, это очевидно. 3300 раненых. О людях, вот то, что у нас называется в шоковом состоянии, ну, которые как бы психологически пострадали, их там вообще не с числа буквально, там непонятно сколько их вообще там. И убиты целые семьи, и есть люди, которые выжил там один человек из целой семьи. Вот вырезаны буквально, вот вырезаны, это сейчас не фигура речи, их просто резали буквально целые кибуцы на юге. Вот, то есть несколько кибуцев просто перестали существовать сейчас в данный момент. Там обнаружены какие-то чудовищные абсолютно свидетельства зверств. Подтвердился факт вот обезглавливания детей. Подтвердился, да? Параза, да, официальный представитель армии, полковник Конрикус подтвердил, что обнаружены обезглавленные тела детей, вот, там, там, это, я не знаю, как вообще об этом говорить даже, но там убили все живое. Вот в кибуцах убиты все живое, включая собак, кошек, коров, домашних животных, все, вот, все буквально подчистую просто. Это какое-то, ну, вот, как Урсула фон дер Ляйен сказала, это какое-то уже такое вот прямо абсолютное зло пришло к нам сюда. Вот, и вчера было создано правительство чрезвычайного положения или чрезвычайное правительство, я не знаю, как сейчас точно это перевести с иврита, но, в общем, короче говоря, такое правительство военного времени. И вчера выступали вот трое представителей этого правительства, нынешний премьер Нитаньягу, министр обороны Галланд и Бенни Ганс, который вот присоединился к ним, он бывший министр обороны, и все трое сказали, в общем, ну, там много слов, эмоций, понятно все, но они сказали все трое, в общем, одну и ту же фразу разными словами, ХАМАС будет уничтожен. По всей видимости, цель обознательной операции, и вот пока наземная операция не началась, армия еще к ней готовится, видимо, будут ждать момента заложников в ГАЗе, ну, по разным данным, от 130 до 150, включая маленьких детей, но пока неизвестно точное количество, возможно, намного больше, пока 97 семей получили уведомление о том, что их родственники находятся в ГАЗе, в руках у ХАМАСа, но есть, опять же, вот, случаи, когда семья вся убита, а там ребенка забрали, или там семья вся убита, а кого-то увели, непонятно совершенно. История о том, что ХАМАС отпустил заложницу с двумя детьми, это неправда, это было в первый день, самый, вот, 7 октября, когда они вели ее в ГАЗу, это была женщина, которая вела двух детей убитой подруги. И вот уже у самой границы с ГАЗой тот человек, который их вел, он их отпустил. Не знаю, почему, вот, не знаю, короче, причина непонятная, но он ее отпустил. Они сейчас это видео выдают за освобождение заложницы, потому что в арабском мире, как бы, там неоднозначное отношение ко всей этой истории, по понятным причинам, но там очень сильно, вот, среди многих, как бы, мусульман осуждают вот этот факт убийств детей, убийств женщин, захвата заложников и так далее, потому что, ну, вот, как ИГИЛ, да, ХАМАС, все, ХАМАС равно ИГИЛ. Вот сейчас, как бы, лозунг всей этой истории. И ИГИЛ никогда не пользовался популярностью, это в арабском мире, из-за чудовищных звезд, которые он творил. И вот этот момент именно с убийствами детей, женщин, там, стариков и так далее, что, в общем, насколько я знаю, никак не приветствуется, там, Кораном, там, и прочими всякими этими делами. Я небольшой специалист в исламе, но это вызвало такое вот отторжение, да, вот эти жуткие картинки. И ХАМАС, видимо, пытается, вот, как-то это, вот эту медийную вещь, ну, как бы, создать картинку того, что он, типа, вот, готов, там, отпускать женщин и детей. Все это ерунда, никого не готов отпускать. Вот, примерно так это все выглядит. А ХАМАС будет уничтожен? Это хороший вопрос, кстати. То есть, нам нужно сейчас понять, прежде всего, что, каковы контуры нашей будущей победы, да, что мы хотим, вот, добиться, да. Но у нас, в общем, по большому счету-то выбора нет, на самом деле. Понятно, что, вот, уничтожить его вообще как явление не получится. ИГИЛ ведь не уничтожен. ИГИЛ был разгромлен, истреблен в той же Сирии, в Ираке, да, но он сейчас преспокойно там оперирует где-то в Африке уже, где-то в Ливии, по-моему, есть их филиалы, даже на Синае на египетском есть там что-то, вот, Вилаяд Синай, с которой египтяне там возятся уже лет 15, не меньше. И понятно, что вот истребить его как организацию, как раковую опухоль, которая постоянно будет давать метастазы, это, ну, как бы маловероятно. Но в ГАЗе, да, в ГАЗе, я думаю, что убьют всех до последнего. И сейчас у МОСАДА, как бы, ну, с точки зрения ликвидации загранит и приоритетные цели – это вот руководство Хамаса за границей. Надо сказать, кстати, что все руководство Хамаса, как-то из ГАЗа свалило до войны. Все они тут попрятались там во всяких Катарах, там, Турциях и прочих делах. И поэтому за ними сейчас будут охотиться. То есть вот сейчас у этих тварей земля реально будет гореть под ногами. Всю жизнь, всю жизнь. Сейчас за ними нужно будет ходить, оглядываться и с осторожностью открывать дверь. Кого-то найдут, кого-то, возможно, нет. Но это сейчас все, как бы, ну, то есть это на десятилетие теперь. Это будет одной из основных задач МОСАДА. Ну, не основных, у него там задач полно, но одна из таких задач МОСАДА приоритетным будет истребление главарей Хамаса за границей. А как вы относитесь к раздающимся кое-где время от времени голосам, что массированные удары авиации и артиллерии по сектору ГАЗа, мол, не совсем адекватный ответ, что страдают мирные жители, ну и так далее? А никак не отношусь, вот, вот прям вообще не шевелится ничего и все. Вот возникают перед глазами картинки, вот эти детские кроватки, залитые кровью, то есть детей грудных убивали прям в кроватках своих, и ничего у меня не шевелится по поводу ГАЗа, мирных жителей там и прочего, вот прям совсем. Кстати, мирные жители участвовали во всем этом деле, да, вместе с боевиками там прорвались тысячи палестинцев, ну, как бы невооруженных, которые грабили кибуцы, насиловали женщин, это уже факт зафиксированный, уводили пленных, вывозили оттуда все, что можно, просто все громили, жгли и так далее. Вот к вопросу о мирных жителях. Есть видео, вот мы его вчера у себя показывали на девятке, но заблюрив там, естественно, все, как привозят тело убитого солдата в ГАЗу, вышвыривают его вот так из джипа, и прибегает толпа, вот просто со всех сторон сбегает толпа, ну, типа мирных жителей гражданских, начинает прям плясать на его трупе, там, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Как вообще в ООН себе представляют пропорциональный ответ? То есть, значит, игральские военные должны на джипах заехать в ГАЗу, да, изнасиловать там какое-то количество женщин, сжечь там какое-то количество домов, перестрелять всех подряд, включая собак и кошек, но не больше полутора тысяч, вернуться с телами и заложниками, значит, обратно в Израиль, да, выкрикивая там, Шма-Исраэль, например, и побросать трупы на улице какого-нибудь сдирота, чтобы местные жители на них плясали. Вот так они себе это представляют, что нет, нет, сейчас так не будет, зверств не будет никаких абсолютно. Когда армия зайдет в ГАЗу, там зверств не будет, не будет ни одного случая изнасилования арабской женщины. Я это вам совершенно гарантирую просто. Вот, ну, туда зайдут и всех убьют, всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этой истории. Все, вот как бы, ну, как бы зло-то абсолютно, что мы сейчас будем белые перчаточки натягивать, да, и читать гуманитарные нормы ведения войны. Все, нам устроили Холокост 2.0, буквально. Как сказал наш министр обороны, вот как в 1943 году было, буквально так. Так, только сейчас на дворе 2023 год, мы, да, все те же евреи, которых убивали, но у нас сейчас другие возможности, прямо скажем. И это вот сейчас придется, как принято говорить, заплатят высокую цену. Да, я понимаю, что нам, скорее всего, придется совершить там нечто ужасное, что потом будет там на нашей совести там лежать тяжелым грузом, наверное, и так далее. Но у нас выхода-то нет, на самом деле. Потому что вот на этой земле сейчас останутся либо Хамас, либо мы. Вот кто-то из нас один тут останется сейчас. Если потом Хамас образуют какие-нибудь там филиалы где-нибудь в Африке, да ради бога. У нас ВВС для этого есть, длинная рука. А вот сейчас, в данный момент, в Газе не останется ни одного человека, имеющего отношение к Хамасу. Я знаю, что это страшно звучит, окей. Но нет, ничего, переживем. Не первый раз. В Газе, по разным оценкам, от 2 миллионов до 2 миллионов 700 тысяч жителей. А как быть, если выяснится, что абсолютное их большинство поддерживает Хамас? Понятия не имею, Жень, еще раз говорю. Пусть уходят в Египет. Есть рядом Египет, Синайский полуостров, гигантские прокторы, мусульмане, единоверцы. Ну, я так понял, что мусульмане, единоверцы, единокровные братья-арабы, их не сильно-то жаждут у себя видеть, кстати, да. Я напомню, что у этих палестинских беженцев уже в пятом поколении, в Ливане, например, нет гражданства. Не дают гражданству никаких права. Они же хуже собак там в этом мире мусульманском. Но если к ним так-так относятся, так мы-то что будем, как бы, стесняться сильно. Нет, все, были обозначены гуманитарные коридоры, кстати, в первый день. И к концу первого дня, когда вот мы очухались и армия приступила, да, к бомбардировкам были обозначены гуманитарные коридоры, вот. Из этих районов, вот по этим коридорам выходите к границе, дальше Египет, дальше не наша проблема. Но Египет не пропускает их, потому что Египет как бы не хочет людей, зараженных вот такой идеологией, да, пусть к себе 2 или 2 700, там никто даже толком не знает, кстати, сколько их там. Окей, ну, пусть там, не знаю, Лига Арабских Государств вмешается, там, ООН этим займется в конце концов. Чтобы требовать от нас пропорционального ответа, пусть ООН займется вот спасением жителей Газы. Надавит на Египет, договорится с Египтом, чтобы он их к себе пустил. Пожалуйста. Боевики останутся, это факт. Они будут там защищаться, обороняться, воевать с нами, пока последний из них там не будет убить. Но мирных жителей, да, мы не хотим их убивать, вопросов нет, зачем? Мы же не звери. Но, как бы, когда бункер, в котором сидит сейчас военное руководство Хамас, находится под главным госпиталем Газы, это называется использование мирного населения в качестве живого щита. Это называется военное преступление. Все, вопросов больше не имеем, как бы будем воевать. Ограничения сняты. Реально сняты все ограничения сейчас. Потому что Галланд, когда приехал в Фар Азм и увидел то, что он там увидел, он сказал, все, вперед, воевать, никаких ограничений, вас никто потом за это судить не будет. Все. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к заявлению Кирби, представителя Совета национальной безопасности США, о том, что у американцев нет никаких данных о том, что Россия была за действиями Хамас, при том, что мы видим, как откровенно радуются Россия, какие заявления делают российские официальные лица по поводу всего происходящего в Израиле. И, как я понял, на заседании Совета безопасности ООН, это именно Россия заблокировала принятие какого-либо решения. Да, именно так, именно так. Ну, с Россией все понятно. У меня уже нет никаких, как бы, в этом отношении иллюзий. Вот, как там сказал этот кремлевский фюрер, что это провал политики США. Вот, то есть то, что резали детей, это, оказывается, США в этом виноваты. Ну, как бы, окей. Кстати, еще большой вопрос, допустим, что мы там найдем в той газе, когда армия туда войдет? Чье оружие они там обнаружат? Вот. Я думаю, что не западное, которое украинцы якобы продали там, значит, Хамасу, да, вот как пропагандоны писали. Нет, я думаю, там другие образцы оружия мы найдем. Ну, сейчас зайдут, посмотрят, не будем забегать вперед. Жень, повторите вопрос, я что-то плохо соображаю. Американцы неожиданно стали выступать за умениями, которые, в общем, пытаются обвинить Россию. Да, да, да. Ну, пока нет, видимо, убедительных доказательств. Вот, они же тоже не могут огульно обвинить Россию. То, что Россия, это выгодно, как минимум в медийном плане это выгодно, это прям спору нет. Нет, если вы обратили внимание, вы живете в Украине, вы в инфополе, что война в Украине буквально ушла на третий план. Да, вот просто ее как вот как нет сейчас. Хотя там тяжелейшие бои на фронте, да, там просто вообще гигантский фронт, потери, там война и все дела. Ну, вот как будто это вот испарилось. Это вернется сейчас. Сейчас вот это просто вот такая нынешняя медийность такова. Вот, но факт, что фокус внимания буквально вот так переключился на Ближний Восток, на Израиль, на Хамас и так далее. Тут как бы спору нет. Вот, как они этим воспользуются, пока трудно сказать. Какова степень их вовлеченности, я не знаю. Ну, вот, пожалуйста, заблокировали резолюцию. Хамас выразил им, кстати, благодарность. Ну, все, уже как бы, ну, маски-то сброшены. Ну, все, вот все они, все упыри этой планеты сейчас объединяются в одну такую ось. Здесь буквально, да, Иран, Сирия, Хизбалла, значит, Ливан. Ну, Ливан там не весь, кстати. Ливан-то не хочет войны с нами. Там много, кстати, людей, реально сочувствующих Израилю и как бы желающих с нами дружбы. Ну, там Хизбалла есть. Вот, и с этим ничего не поделать. И Россия, значит, стоит во всей этой истории. Так что посмотрим. Посмотрим, вообще, мне любопытно, как себя израильское руководство поведет после всех этих дел. Понятно, что сейчас не до того. Но когда это все, вот, пыль рассеется, да, осядет, убитых похороним, раненых вылечим, дай бог заложников освободим, обменяем на кого-нибудь, нужно будет об этом подумать. Так ли уж нам нужны те вот эти вот общие интересы и координация в Сирии, да, вот с этими тварями, которые пляшут сейчас на костях наших убитых. Вот буквально. Я Z-каналы смотрел, ну, как бы по работе, мониторил. Да, там не только Z-канал, вполне себе официальные медиа, там, типа, там, ну, которые, вот, федеральные каналы, то, что принято называть, там, натуральные пляски. Вот. И я подумал, что если мы после этого не разорвем с ними отношения, ну, может быть, не в том смысле, что разорвем дипломатически, но перестанем уже придуриваться, да, и делать вид, что у нас есть с ними какие-то совместные, там, интересы и так далее, мы будем координировать нам с нами действия, то, вообще-то, грош нам всем цена и все такое прочее. У нас есть такой журналист Амит Сигаль, он такой очень известный здесь, очень авторитетный, вот он написал, что сейчас же, очевидно, образовались два таких полюса в мире. Западный, к которому Израиль вроде как себя причисляет, да, и который, вот, в который входит Украина, который помогает Запад. И вот эта куча упырей, там, Россия, Иран, Северная Корея, Хамас тот же и так далее. И нам нужно натурально уже сказать, с кем мы, вот, вот с этими или вот с этими. А вот посередочке в раскоряку у нас уже не получится устоять-то, все, мы уже вот огребли. Так что посмотрим, короче говоря, как это все вырулит, но мы тут эти вопросы активно задаем, да, по этому поводу, вот, и блокирование резолюции. И вообще в медиа такой настрой, вот, такой очевидно, что Россия, как бы, ведет себя вообще совершенно по-скотски в этой ситуации. Слово сочувствие не прозвучало-то, кстати, да, вообще-то людей убили, полторы тысячи человек почти, я думаю, что дойдет до такого числа. Вместо этого... Вместо этого мирные жители, да, военных погибло 189 человек, да, по-моему, по последнему. 189, ну, какое-то количество, вероятно, находится в заложниках там, ну, понятно, что там 80, может, 90 процентов это абсолютные гражданские, там, включая детей, там, женщин, грудных детей и так далее. Там же ни слова сочувствия по этому поводу не было. Блестящая военная операция, как они это назвали. Ну, я думаю, может, нам тоже имеет смысл, там, присмотреться повнимательнее к их базам в Сирии, да, и провести какую-нибудь блестящую военную операцию. Просто стереть там все-таки ядрением матери и все. Ну, до этого еще там пока далеко, пока мы не там. А скажите, пожалуйста, вот вы, сейчас понятно, что вы следите все ваше внимание тоже к событиям, которые происходят в вашей стране. Раньше вы очень много внимательно следили, писали, рассказывали, оценивали то, что происходит на войне в Украине. Это ведь не случайное совпадение, мне кажется, что как раз 10-го числа, то есть буквально через два дня после того, как началась война в Израиле, российские войска начали большое наступление на Авдеевку. Да-да, я совершенно уверен. Ощущение скоординированности. Да-да-да, у меня то же самое ощущение, вот именно. Я вообще не верю в совпадения, я не верю в конспирологию никакую, я верю в факты, которые я вижу, и я вижу, что имеет место очень четкая координация действий между Ираном, между Россией, между Хамасом. Понятно, что Хамас они сейчас спишут, как бы, что им тот Хамас-то, Господи, другие найдутся там, через пять лет новый Хамас образуется. И тот факт, что все хамасовцы там полягут, там не сильно кого-то волнует, ни в Фегеране уж, тем более не в Москве. Да, ну останутся там эти всякие халитмашель там и прочая вот эта мерзота, которая за границей, там новых наберут, как бы, не проблем. Бабы новых нарожают им там, боевиков и террористов. Но ощущения с координированности четко присутствуют. У меня есть вот такое же, такое же ощущение у меня есть, да, действительно. Вот. То есть, если они приложили другу, то, по крайней мере, знали. Да, да, да. Вот, ну и если рано или поздно выяснится, что они знали, ну тут уж как бы вообще. Нам надо тоже будет перестать стесняться. Буквально вот так. А подтверждается информация, что там были люди, говорящие по-персидски? Ну, вот один из обозревателей, военных обозревателей, когда отсматривал эти видео, он услышал там фарси. Потом он стал прислушиваться и нашел несколько подобных записей. Он их собрал и отправил в службу безопасности. А он, ну как бы владеет фарси. То есть, он этот язык знает. И вот он, да, опознал, что говорили на фарси. То есть, там могут быть инструкторы или бойцы вот этого самого ксира, корпуса Стража Исламской Революции. Да, 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 да. Нет, то, что там планировали всю эту операцию, это очень сложная, многоступенчатая такая, многослойная операция, которая длилась годы буквально. Вот. Не подготовка к ней, само собой. А вот сама операция длилась год. И это напряженность в Иудее и Самарии, ну, на западном берегу, то, что принято называть, да, когда мы туда перебросили несколько батальонов как раз от границы с газом. И вот это постоянное переключение фокуса внимания, что Хамас, он адекватный. Он, конечно, террористы, тут спору нет, плохие ребята. Ну, есть исламский джихад, они же хуже. Вот они плохие, а эти вроде как, им же сейчас нужно заниматься хозяйством, у них же там газа 2 или 2,7 миллиона человек, им нужно там деньги, электричество, 5 и все. Потому что точно они такого не устроили. И говорили ровно то, что хотели слышать через египетских посредников, в темную они их использовали или по-настоящему. И было понятно, что все, все эти люди в газе, они нам приговорены уже, никого вам не волнует, ни канализации, ничего. Они готовились, готовились, готовились. И вот последние две недели, когда шли беспорядки у пограничных заграждений, которые тоже объясняли тем, что вот Хамасу нужно увеличить квоту на число рабочих, въезжающих из газа в Израиль. Каждый рабочий приносит Хамасу 600 шекелей в месяц, это же колоссальные деньги, это такой доход, да ну разве же они этим пожертвуют? Пожертвуют. Мы вот наступили на те же грабли, на которые наступил западный мир, когда поверил в рациональность Путина. Ну как бы зачем? Ну конюш понятно, что будут последствия, причем ужасные. Газовый рынок Европы, там 5-е, 10-е санкции, ну не будет же он себе в ногу стрелять. Ничего, раз прекрасно выстрелил и все. Так что, в общем, да. А Хамас присутствует сейчас на территории палестинской автономии, я имею ввиду на западном берегу Иордана? Да, 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 инфраструктура Хамаса, там есть ячейки, есть его, ну как скрытые, естественно, есть сторонники. Сейчас если провести там выборы, вот свободные демократические выборы, там победит Хамас. Там спору нет вообще абсолютно. Хамас победит на выборах палестинской автономии на западном берегу? Легко, причем вообще вот так. Так, следующий этап, это попытка какой-нибудь такой же террористической операции с той стороны? Ну это уже будет не так просто, потому что там все наводнено агентурой Шабака, там присутствуют в большом количестве войска, которые находятся в постоянном контакте с террористами. Там перестрелки ежедневные, еженочные, ежечасные буквально. И там так не получится. Ведь ждали-то где? Ждали на севере. В Иудее и Самарии там все вроде как более-менее контролируется. Вот точно это будет на севере. А они ударили на юге. И все. А как вы относитесь к идее, которую озвучил президент Украины Зеленский, приехать с визитом солидарности в Израиль? Я прекрасно отношусь к этому. И тут вообще все очень оценили вот эту поддержку со стороны Украины. И заявление Зеленского, такое однозначное, совершенно там не оставляющее никаких возможностей как-то его толковать. И флаги вот где везде там развесили и так далее. И там и заявление от различных подразделений украинских, ВСУ там и добровольческих, что прям вот готовы ехать воевать. Не, ехать воевать не надо. Как бы справимся сами, все нормально. Но это все здесь реально очень сильно оценили. Поддержка была какой-то прямо скажем тотальной. То есть голоса там отдельных кретинов, которые г-г-г-г, вот это вам за то, что вы не давали нам оружие. Тогда они бы потонули в этом. В целом, еще раз говорю, особенно на фоне российской реакции, эта поддержка смотрелась прямо как выпукла очень. И про Зеленского, да, как бы говорят. Ну, сейчас вот у Нитаньяку-то и выбор как раз. Вот не принять Зеленского, это будет демарш, да. Казалось бы, ну что, прилетит он там на пару дней, поздоровается, посетит Кфар-Азу. Ну, все как положено. По протоколу улетит обратно и все будет нормально. Вот. А принять его, это все однозначно совершенно закончить отношения с Россией. Вот прям раз и навсегда. Пока там вот существует этот режим, приезд Зеленского в Израиль будет означать окончание отношений с Россией. И вот у Нитаньяку такой выбор. Сейчас он по своей привычке может, значит, там между струечками-то проскочить, сославшись на военное положение там и все такое прочее. Но Блинкин прилетел, глава МИДа Великобритании прилетел, глава МИДа Чехии прилетел, а Зеленского мы, значит, не примем, потому что у нас военное положение. Это будет смотреться совершенно очевидно и однозначно. Посмотрим, я полагаю, что это вот в ближайшее время как-то решится. Но это был бы очень крутой такой жест. И со стороны Зеленского, но он, собственно, готов. И со стороны вот Израиля. Мы сейчас все вот в одной лодке, да, у нас своя буча есть буквально сейчас, да, своя Житомирская трасса. Все вот прям прямые параллели совершенно. Зло такое пришло к нам, так давайте уже как-то объединяться. И вот сейчас вот у Нитаньяку такой будет выбор. Ну, посмотрим. Не, ну, глядя на Кфар-Азл, на вот этот, я не знаю, как называется это шоссе, которое как две капли воды было похоже. Да, да, вот просто вот буквально, только деревья другие вдоль дороги, да. Да, но у меня постоянно возникала и возникает до сих пор мысль о том, что там должны, ну, не должны были быть, но вполне могли быть и какие-то инструкторы из какого-нибудь ЧВК Вагнера или какого-нибудь другого ЧВК. Не знаю, я уже не располагаю такими данными, были они там или нет, но еще раз говорю, я этому не удивлюсь, если мы узнаем это. Сейчас вот зайдет армия в газу и кого-нибудь там захватит вот такого, кто не успел оттуда свалить. Вполне допускают такое. Ну, вряд ли они там остались, потому что я знаю, что хамасовские боевики за границей тренировались, там где-то в Ливане, например, или в Сирии, там это вполне возможно. Рано или поздно это станет известно. Сейчас ничего же не скроешь, такой мир прозрачный. Я думаю, могли в Африке тренироваться где-нибудь там, в Южном Китайском. Да, не важно, где это могло произойти, но факт, что они могли к этому быть причастны, пока мы этого не знаем. Но если мы это узнаем, я не удивлюсь этому совершенно. А что происходит во внутриполитической жизни в Израиле? Произошло объединение, всякие споры стали на паузу или продолжают критиковать правительство за прошлые ошибки? Нет, сейчас это все вот совершенно, там, единение такое полнейшее на уровне общества, да. У политики это как бы все шлак этот, бог с ними, вот. Но факт, что сейчас никто там не заводит разговоров ни о реформе, ни о бюджете, ни о всяких вот таких вещах. Все, сейчас мы на войне, у нас введено состояние войны, параграф 40. Последний раз вводился в 73-м году, во время войны. Мы на войне, все, какие сейчас споры? Сейчас не важно, уже левые, правые, там, за реформу, против, любишь Нитаньягу, не любишь, все, у нас война. И сейчас все вот эти левые, которые, значит, анархисты, фашисты, поехали, как миленькие, все в армию, вот, отказники пошли, там, в армии перекомплект людей, не знают, как бы, куда их девать, потому что все хотят воевать, за границей летят и так далее. И, в общем, в этом смысле все так вот, вот, просто общество так, вот, в такой кулак сжалось. И поэтому потом, когда это все закончится, будем разбираться, кто это все допустил, кто виноват, будет государственная комиссия, опять начнем тут друг с другом сраться, это сто пудов, это такая страна, такие люди. Но сейчас, вот, перед лицом, как бы, вот этого зла, которое вдруг, вот, вылезло откуда-то, ну, не откуда-то, мы знаем откуда, все, вот, общество очень сильно сплотилось. Прям вот такое единение ощущается и все, вот, сейчас цель одна, это воевать и побеждать, а дальше будем разбираться. Кто прав, кто виноват, кто хороший, кто плохой, кто больший патриот, кто меньший, как это всегда обычно бывает в любом, кстати, обществе после войны, но сейчас вот задача одна. Ракетные обстрелы продолжаются? Я просто хочу понять, почему продолжаются ракетные обстрелы, несмотря на встречные удары авиации, артиллерии, ракетные удары по сектору? Да, это любопытные вопросы, каждую операцию так происходит, долбим их, долбим, а они продолжают нас обстреливать и так далее. Что такое ракетный арсенал Хамаса? Как мы сейчас себе представляем, вот, ракетное оружие. Выехал дивизион Градов на позицию, да, там, развернулся где-то в поле, там, начали стрелять, их засекли дронами, там, контрбатарейная борьба, уничтожили. Это не так. Что такое ракетная установка Хамаса? Это труба, снятая вот с того же условно Града, ну, пусковая, да, зарытая в землю под определенным углом с помощью базовой тригонометрии. Они вычисляют угол и дальность полета примерно и направление Тель-Авив, там, Аждот, Ашкелон, Сдерот, там, Иерусалим, неважно. И закапывают их просто в землю под определенным углом, тысячами, на пустырях, в оливковых рощах, там, в подвалы домов они их ставят. Вот стоит дом, у него вот так из подвала торчат две направляющие, там, три или двадцать, тридцать и так далее. Вот все это под землей, все это оснащено устройствами дистанционного управления, провода тянутся куда-то в подземный бункер или таймером обратного отчета. Ставишь таймер, через, там, час полетит. Электронный таймер, естественно, не такой, тры-тры-тры, а вот прям вот, который программируется. Все, и вот вылетела ракета, если обратно кинуть бомбу, ну, как бы, управляемую, да, которая стоит 250 тысяч долларов, она ее, конечно, эту трубу уничтожит, но вот, как бы, их много очень просто. То есть, нужна наземная операция? Да, да. Без наземной операции мы не прекратим обстрелы и не покончим с Хамасом. То есть, придется туда зайти, дойти до моря буквально, захватить весь анклав, вычистить его весь, конюшни эти долбаные, и после чего решать дальше, что с ним делать. То есть, вот это решение я пока даже обсуждать не хочу, потому что там есть вариант плохой, очень плохой, ужасный и всякие разные такие. Ну что ж, Сергей, спасибо большое. Я напомню, Сергей Ауслендер, израильский журналист, военный обозреватель, автор телеграм-канала «Война с Ордой», который очень известен и в Украине, и в России, был с нами на связи. Спасибо большое, спасибо всем, кто нас смотрит. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»